Пришельцы прилетят, мы не удивимся. Мы переходим на другой план. Самые богатые люди Земли. Илон Маск, Джефф Безос, Ричард Брэнсон развивают свои космические проекты. И всерьез подумывают о колонизации других планет. Со своей космической программой Cosmo Dreams выступает и известная современная художница Марина Федорова. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Такое увлечение космосом, с чего оно? Вы знаете что-то, чего не знаем мы, здесь, живущие на Земле? Этот вопрос мне задается не в первый раз. Обычно я отвечаю, space is in the air. Cosmos окружает нас буквально везде. И как ребенок, рожденный в Советском Союзе, я, конечно, выросла на фантастической литературе. Кира Булычева, Стругацких, Сайма, Колема, Брэдбери. Он был буквально везде. Вспомните мультики, которые мы смотрели. «Тайна третьей планеты», «Через тернии к звездам». Потом, когда уже я стала студентом, тинейджером, мы все были абсолютно очарованы. «Star Wars», «Elean». И я думаю, что мы живем в эпоху, когда, если пришельцы прилетят, мы не удивимся. Мы к этому готовы. Нас подготовил кинематограф, литература. То есть, в принципе, для нас уже не является чем-то невероятным отправиться на уикенд на Луну. Потому что это уже возможно. Поэтому я считаю, что это не то, что мое увлечение, это сейчас везде. В космос, наверное, мы живем сейчас космосом и в космосе частично. Мне очень интересно наблюдать, как вы, выпускница Академии Штиглица, в модной индустрии, вкрапляете вот эти самые модные образы космической какой-то тематикой. Каким вы видите это будущее? Как мы будем одеваться, когда будем путешествовать на другие планеты? Да, у меня, естественно, классическое художественное образование. И путь был долгий. Это было сначала училище имени Рериха, потом Академия имени Штиглица. И сначала я изучала именно классическую живопись, холст-масс, классический рисунок. Но в Академии имени Штиглица я поступила на отделение дизайна моды. То есть это значит, что 6 лет я работала с разными модными домами, как стажера, работала на бэкстейджер. То есть я впитывала и видела эту моду. Макквина, Гальяна, то есть я жива прямо в этом. Да, я не стала фэшн-дизайнером, но модная иллюстрация, быстрый эскиз, красота платья, оно вошло в мое искусство. И космос тоже, почему бы нет? Мои героини, им не нужны скафандры. Они могут спокойно дышать в космосе, они могут летать, они могут носить красивые коктейльные платья. То есть для меня все это органично, потому что это не science project, это абсолютная фантастика. Это только моя мечта и мое воображение. Говоря об образовании, может ли это академическое образование ограничивать полет фантазии, свободу действий? Или наоборот, оно как-то дополняет и дает преимущество над теми художниками, у которых нет этого академического образования? Конечно, я считаю, что все прежде всего внутри человека, внутри художника. Но классическое образование – это скорее как инструмент, которым ты обладаешь. То есть ты не ограничен в технических моментах. Это только помощь. Ограничивать может сознание, но не руки. Если руки умеют, многие ведь художники с классическим образованием – прекрасные абстракционисты, прекрасные концептуалисты. Это совершенно не мешает быть прогрессивным, то, что ты умеешь рисовать. Многие критики называют ваше творчество с таким легким кинематографическим эффектом. Как он создается? Как он получается? Не то, что я что-то планировала или задумывала заранее, но в начале моего творческого пути, это где-то 2015-2016 годы, очень много моих картин было вдохновлено кинематографом. Дэвидом Литчем, Бонгом Карваем. Я перенимала их цветовую палитру. Я брала некоторый из их сюжет. Конечно, это не копипейст, но это было именно вдохновение кино. В последующих работах, почему этот термин прижился к моим работам? Моя работа – это как скриншот какой-то моей внутренней истории. То есть, когда ты смотришь на полотно, ты думаешь, что что-то было до и что-то может быть после. Это только момент в истории. И на самом деле сейчас то, что мы используем аэротехнологию, это очень помогает мне показать зрителю историю. То есть, да, мы имеем какой-то имидж, но с помощью приложения, с помощью этой технологии зритель может увидеть именно ту историю, которая задумывалась мной, и именно то, что я хотела донести до зрителя. Вообще, очень интересно, как современные технологии, в том числе и дополненная реальность, и искусственный интеллект, они помогают, но и в то же время, может быть, и не помогают нам творить, жить. Как вы адаптируетесь под вот эти вот условия цифровизации? Ну, в этом случае, наверное, помогла ситуация с ковидом, когда мы не имели возможности делать выставки, показывать работу вживую. Нам пришла, ну, мне и моей команде Космодринск, пришла идея создать, например, виртуальный музей, куда люди смогут зайти онлайн и таким же образом посетить новую выставку, посмотреть работы. То есть это было, наверное, первым шагом создания 3D-виртуального музея. Здорово, он сейчас работает. Да, конечно, вот это видео, это именно музей, который можно посмотреть как на экране, так и в очках, так и с планшета. 360 технологий, когда ты можешь ходить сам. Потом мы уже придумали, что помимо видео, помимо 3D мы можем придумывать сценарий каждой работы. Это было сделано для того, чтобы соединить наше современное поколение, которое буквально приклеено к экрану телефона, чтобы заставить их посмотреть на живопись. Да, там есть история, но все равно первоначально это картина. Да. В продолжении нашего разговора о космических проектах и космосе в целом, слышали ли вы о марсианской программе Эмиратов? Да, конечно, я большой фанат Mars Mission, и на самом деле каждое утро вместо утренней газеты я смотрю сторис Инстаграма, как дрон летает над Марсом. Я понимаю, что каждое утро это примерно одно и то же, но меня действительно это увлекает. Например, эта картина была вдохновлена именно Марсом. Старо. Но, наверное, больше всего меня восторгает в этой программе то, что 80% работников – это женщины. И здесь я вижу продолжение традиции, когда Терешкова летала в космос, когда женщины – герои, герои действительно освоители Марса. Чья вумена Mars Mission – Сара Алямари. Для меня это самое потрясающее, то, что наконец женщины, они стали Wonder Woman. Совершенно верно. Нет, вообще впечатляет, конечно, как за 50 лет страна совершила такой огромный бросок в плане развития технологий, в плане развития культуры. Как вы, человек, который является непосредственным участником этого культурного процесса и прогресса, как вы оцениваете культурную составляющую жизни Арабских Эмиратов? Ну, наверное, именно по этой причине я и стараюсь сейчас работать именно в Мен-Риджин, потому что я считаю, что это один из наиболее развивающихся регионов. Музеи, культурные программы. Я очень люблю посещать музеи и Катара, и Абу-Даби, и Дубая. Я видел в вашем инстаграме, что вчера вы посещали музей будущего. Да. Какое впечатление? Я могу сказать, что это, наверное, действительно лучший музей, который я видела. И я немножко даже позавидовала, что не обладаю, наверное, такими ресурсами, потому что очень перекликается с этим проектом. Там действительно тоже полет в космос, там космический корабль, кстати, часть отдана Mars Mission. И очень важная составляющая, которая также важна для меня в моем проекте «Космодримс», это сохранить землю, наследие земли, сохранить растения, животных, сохранить экосистему. И потрясающие залы, совершенно посвященные растениям, природе. То есть, конечно, может быть, тем залы с техникой не столько меня тронули, а вот залы с природой, ну, наверное, до слез понравилось. Да, да. Разговаривая о космосе, о всех этих технологиях, возникает вопрос о будущем. О будущем именно в творчестве, в искусстве. Каким вы его видите? Ну, мне кажется, что в каком бы времени искусство ни находилось, оно в любом случае должно говорить о проблемах общества и о проблемах в данный момент. Наверное, каждый пласт искусства отображает свое время. То есть сейчас, может быть, я не тот художник, который будет говорить о политике или о чем-то наиболее неприятном, но я хотя бы обращу внимание, например, на экологию. То есть, в моем понимании, искусство должно привлекать людей к этим проблемам, заставлять их думать, заставлять их что-то менять в своей жизни. Как, например, в проекте мы много говорим о легасис, что мы оставим нашим поколениям, какая земля будет. То есть для меня действительно важна социальная составляющая искусства, что это не только развлечение, это не только наслаждение для глаз, но это еще и заставит людей, конечно, задуматься. Про современные технологии, NFT, да, они действительно сейчас на самой вершине, некий хайп, они выстрелили. Мы этим не занимаемся. И почему? NFT стараются коммерциализировать диджитал искусства, приравнять его к классическому и сделать иногда даже диджитал более дорогим, чем физический объект. Для нас до сих пор, наверное, мы консивативны в этом, но пост и масло наиболее ценный объект. Мы используем диджитал только как мост между нашими зрителями и искусством. Мы абсолютно не стараемся сделать диджитал коммерческим. Наоборот, мы постим его в социальных сетях, мы публикуем на YouTube-канале. То есть для нас это что-то for free, для нас это то, что привлечет людей, а не должны заплатить какие-то безумные за это деньги. То есть искусство – это скульптура, это пост и масло. Диджитал – это больше entertainment. В разный период перед искусством стояли разные задачи. Чему может научить нас современное искусство? Современное искусство, как я уже, наверное, сказала, оно привлекает внимание людей к проблемам, а учит. Для меня вот именно последние годы научили меня быть смелой, иногда даже наглой, не бояться экспериментировать, не бояться использовать новые технологии. Современное искусство дает ощущение, что все возможно, что фьючер, оно не где-то завтра, фьючер из нау. Среди представленных работ, ваших работ на дубайской неделе дизайна есть скульптуры. Расскажите про вот эту вот изящную девушку. Ее название Cosmodreams Lady. Она не символ нашего проекта. И, кстати говоря, о новейших технологиях, мы часто очень используем 3D-печать. Но здесь есть всегда некое непонимание. Люди думают, что вот ты создал файл, запустил в 3D-принтер, и он тебе напечатал, и все. Конечно, нет. 3D-принтер, да, он печатает, но постпродакшен является большой составляющей создания скульптуры. То есть потом вручную все это шлифуется, красится, покрывается лаком. То есть это огромный процесс. Но почему я люблю 3D-печать? Потому что я уверена, что тот эскиз, который я создала, он 100% будет отражен в реальности. Ну, на самом деле, исторические художники занимались, были очень разносторонние. Тот же Дали, например, это не только, он не только писал картины, он создавал флаконы для духов, он создавал мебель, он сотрудничал с Эльзи Скиапарелли, создавали вместе платье, ее знаменитое платье с вобстером, ее шапка в виде туфли. Все художники, во-первых, работают в неком симбиозе, и дизайн и искусство, они очень близки. Последние несколько лет я занимаюсь также дизайном в нескольких областях. Во-первых, я бы хотела сказать о мюнхенском бренде Frantel, которому почти 300 лет, он с богатой историей, и занимается в основном беспокойн-стейшнери, то есть это бумага, это визитки, конверты. И мы решили сделать небольшой ребрендинг компании, привнести туда что-то современное, новое, и вот это была моя задача последние три года. Вот прекрасные объекты Delvice, которые вы видите, созданы для этого бренда. Также, если вы посмотрите на серию открыток, созданных уже с моими иллюстрациями, и для ноутбуков я разработала специальные паттерны. Это одна часть работы, и другая часть работы, так как одна из наших компаний занимается интерьерами, интерьеры, конечно, должны содержать красивые, прекрасные объекты. Объекты искусства, объекты дизайна, и мы занимаемся также этими объектами. И, наверное, самый удачный пример такого объекта – это кокошник. Кокошник как традиционный головной убор, любимый каждой, наверное, русской женщиной. Но мы сделали его, опять же, на 3D-принтере, с новыми технологиями, и образ кокошника, естественно, тоже изменился. Он некий такой кокошник 21 века. Расскажите, как вообще художник, русскоязычный художник, живущий долгое время в Германии, как вы себя реализовали там, и какие есть возможности для молодых, начинающих только художников в Европе, на Ближнем Востоке? Как раз в Германии я больше представлена как дизайнер, и дизайнер вот этого бренда. Моя карьера, она развивалась очень поступательно, да, и в Европу я попала уже будучи студенткой, именно по программам обмена студентов между Академией Санкт-Петербурга и Академией Парижа. И это произошло очень плавно. То есть, когда ты попадаешь в среду, ты начинаешь знакомиться с галеристами, с художниками. И таким образом ты очень гармонично вливаешься. Например, в 2008 году я была художником года шампанского Николя Фият, была представлена на Арт Париже. Для меня это был тоже совершенно чудесный проект, потому что здесь я могла отразить свою любовь и путешествиями к дизайнер, и к шампанскому. И картины, которые я специально создала для них, они использовали для мерчедайза, для маркетинга в течение одного года. То есть, это их была программа, что на год они берут одного художника и работают с ним. Также я была представлена в галереях в Милане, в Генуе, потрясающая абсолютно Лондон. Но я могу сказать, что для молодых художников надо быть активным. Просто надо действительно не бояться и не ждать, что кто-то придет и скажет, «Ой, ты такой классный, давай я тебе помогу, давай я тебя разорью». Нет, надо всегда-всегда показывать свое искусство, говорить «Да, я классный, посмотрите». И участвовать в как можно больше выставках, ярмарках, групповых выставках. И тогда, да, тогда все получится. Насколько важно отличаться от того, что есть на рынке и насколько сложно не идти на поводу у публики, но в то же время быть востребованной и пользоваться спросом на рынке? Здесь немножко сложная была всегда ситуация, потому что абстракция, авангард, концептуальное искусство, да, сейчас действительно в мейнстриме. И фибуратичный художник, рассказывающий историю в реалистической манере, это немножко, наверное, прошлый век. Но я хочу сказать... Прошлый век из космоса? Нет, это не прошлый век. Ну, манера исполнения. Ну, действительно, для меня было важно остаться самой собой. И не бояться быть закритикованной. Конечно, достаточно много камней летело в мою сторону, что мое искусство слишком красиво. Но, опять же таки, почему я должна себя менять, когда я действительно хочу принести людям в большинстве своем положительные эмоции? Ведь когда мы думаем о том, что это искусство шокирует, это действительно что-то... В большинстве случаев это что-то ужасное. Это или кровь, или война, или какое-нибудь насилие. Да, люди тогда, конечно, они получают сильный эмоциональный заряд, но отрицательный. Я всегда старалась создать положительный, вызвать какие-то приятные эмоции, приятные воспоминания, ассоциации. То есть для меня искусство должно все-таки нести положительный настрой. И да, пусть оно красивое, но почему бы нет? Красота спасет мир. Абсолютно верно. Согласен с вами и Ольдом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова